Мне камеры просто не видно. Вот так вот, да, чтобы я камеру видел. Я ориентируюсь на камеру. Дорогие друзья, всем привет! Это очередной выпуск «Вокруг да около» и сегодня у нас в гостях тренер по боксу высшей коллекционной категории, мастер спорта России по боксу, чемпион мира по версии Айбио, чемпион Европы по версии WBO, тренер Коломенской спортивной школы Олимпийского резерва Авангард, Роман Селиверстов. Поехали! Селиверстов Роман Александрович, давайте, вау, вау, огромное спасибо, что вы нам уделили время, нашли, да, и, ну, приступим, приступим, приступим. Расскажите, пожалуйста, о своем боевом пути. Как вы стали боксером, почему именно бокс и, ну, поподробнее. Путь начался очень давно, да, когда и у многих еще не было. Вот, в 89-м году я впервые записался в секцию каратэ. Тренеров у нас тогда Скорочкин Александр Васильевич и Данила Вячеслав Сергеевича. Александр Борисович Сурков, такой видный дейкой нашего города, он тоже руководил каратэ и он нас определил в эту секцию вот к этим двум тренерам. Вот, и до 91-го года, то есть два, почти три года, я занимался каратэ. Мне это нравилось, все хорошо, тем более, тем более, в моде тогда был Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Ли и Чак Норрисов. Это были маленькие. Да, тогда еще не было никого. Многих еще не было, да, из нашей аудитории, которая наслаждается. Да, 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 вот. И мне стал нравиться кикбоксинг там, где нужна работа руки, потому что каратэ руками работа очень мало, в основном. Вот, и посоветовали записаться в силу субокса. В 91-м году пришел на авангард, в 91-м году Михаил Валентинович Толстов, тренер первого тренера, у которого он пришел. Какая небольшая группа, платная была, просто на коммерческой основе. А кто уже, ребята, которые показывали какой-то результат, у которого было стремление, переводились в другую группу, Козловску Михаила Алексеевичу. Вот, но он не будет говорить привет. Вот, и в 13-м году Михаил Валентинович, год в 13-м, он просто так, для себя даже провел три боя. Два вывода проиграл, и что-то мне так, откроем сказать, не очень нравилось. А потом получилось так, что каратэ-секция закрылся у нас. Ну, сложности в этой 90-е годы, сфинансирование, еще что-то, еще что-то, и либо в бокс, либо никуда. Как вы стали мастером спорта по боксу? И какой это был бой? Про соперника еще расскажите. Чтобы выполнить норматив мастер-спорта, это не бой ни один, ни два, ни три, а четыре. Получилось так, подряд, в одних соревнованиях, там очень сложная процедура выполнения норматив мастер-спорта в боксе, например. Все так совпало, что первый чемпионат центрального до 2002 года не было феярного круга. По-моему, мы их ввели в 2002 году, нашу страну разделили на федеральные округа. И вот центральный федеральный округ, это 18 областей центрального, центр страны, как раньше. И на эти первые соревнования свои я поехал, а там выиграл чемпионат Мазовской области, чтобы там три боя провел. Потом поехал город Дмитров, принимал чемпионат центрального федерального, здесь у нас, то есть недалеко. Поехал город Дмитров, и там провел четыре боя. Но самый сложный был полуфинальный бой, где я боксировал с боксером, если не ошибаюсь, с Твери. С боксером с Твери мы боксировали, и бой достаточно ровный был, даже я рассекся, рассечение было. Но выиграл я бой, выиграл бой, то есть такой достаточно тяжелый бой был, но выиграл бой, а выиграл с равновласия 4-1, то есть как 4 судьи дали меня, 1-1 судьи отдал туда. Ну так он выиграл, наверное. То есть 3-2 это еще спорно, а 3-4-1 преимущество было на моей стороне побольше. Ну и финальный бой был чуть попроще, я боксировал боксером Мазовской области, Кирилюк Михаил, как сейчас помню. Я до этого с ним встречался, я ему уступил, за год и 3 месяца до этого соревнования, а потом я подготовился достаточно. Вот, мы были у вас в школе, где вы тренируете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там мы наблюдали пояс, да, пояс, если не ошибаюсь, IBO, да, по версии чемпион мира, по версии IBO. Можете рассказать об этом поясе, как он достался? Нет, ну, долго, после 92-го года выполнен драматив Мастер спорта, в 2003 году, скажем так, еще раз вырался ФОТ, подтвердил и участвовал на России, но, к сожалению, неудачно уступил в первом бою. И встал в 27 лет, встал вопрос, не попробовать ли боксировать без майки. Тогда еще в шлемах и без шлема, сейчас без шлема все боксируют, без майки. Но, ну, бокс, любительский бокс олимпийский, как его называют, да, профессиональный бокс, он, наверное, все рядом, и все друг друга знают, то есть в этот круг, круг общения все. И, естественно, мой тренер, да, мой, ну, тренировался я у многих тренеров, да, уже некоторых нет в Царстве Небесной, да, и Смолюков Валерий Павлович такой, заслуженный тренер Советского Союза, да, один из лучших тренеров вообще России, Советского Союза, то есть очень долго работал, да. А Валерий Михайлович Алексеев подвысит тренер, который мне там нашел, пришел, давай, 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 давай. И мой, наверное, главный тренер, скажет, как сказать, Ашот Иванович Горайкин, ну, тоже совсем недавно его не стало, к сожалению, да, вот, возрастнул, да, на 72-м году жизнь скончалась. Вот, он, я с его боксером боксировал, то есть он видел меня в бою, так я смутно, ну, там соревнований уже много, я, мне пришли к нему, я, можно по полку боксировать, по профессионалу, он, я, ты хочешь по полку? Хочу. Приходи туда-туда-туда-туда, пришел туда-туда-туда-туда-туда, посмотрел, да, 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 посмотрел, соревнований нет, я пришел на соревнования, я боксировал мой товарищ Серега Серега, боксировал, динозавров, тяжелый бой у него был с африканцем, не помню сейчас, выиграл Серега, и я все видел, в первых редакциях смотрел, в Подольске большом центре было, и я, ну, к впечатлению массы, конечно, одно делает телевизор, да, другое делает как-то, вот, ничего, понравилось, попробуешь? Ну, ты попробовал, с удовольствием, все, это было в июне, месяце 2003 года, а в середине августа 2003 года, то есть, ну, через два месяца я тренировал на самом деле, как себе это представлял, да, вот, приехал на тренировку в Москве, Московский государственный город-университет, он всю жизнь был, да, Кузнецов и Аркадов, многие лучшие боксеры там тренировались, учились, да, это Тищенко, олимпийский чемпион, сейчас последний день Тищенко, он закончил, замковой Андрей, капитан сборной Моссовской области, ой, сборной России сейчас, да, призер олимпийский, двукратный чемпион мира Андрей Тойченко учился там, то есть, как бы, сейчас этот институт объединили с московским институтом в стадии сплавов, но факт остался, я приехал, то есть, инженерный вуз, который готовит спортсменов-профессионалов, ну, так сказать, очень такая удобная атмосфера, очень такие приятные люди, и очень большой, скажем так, для спортсменов, единоборств, нужны спортсмены постоянно, и очень большой, много народу там. Приехал туда по тренироваться, и начал тихонечку, а тренировался три недели, и мне тренер сказал, что Рома уже готов боксировать, я что-то, вы что, как, чего, маленькие перчатки, без шлема, как, да и нормально всё. И поехал уже 5-го сентября 2003 года в Москве, в день города, там у них целое мероприятие было, посвященное дню города Москвы, и идёт на открытой площадке, идёт там в каком-то районе, не помню сейчас, на ринге, на ринге стоял, у нас как-то подразделили нервы, очень много народу, и боксировал там. Боксировал, боксировал достаточно сильно, у меня первый был, у него уже было 15 боёв по профессионалу. А у вас первый? Первый, да, да. Ну, а профессор, мой тренер, он профессор, и я по боксу, наверное, на академике, я думаю, да, тоже он сказал Рома. Четыре раунда, он ничего не успеет сделать. Десять-двенадцатый раунд, он с ним в буфет, обманит тебя. И так получилось, что четыре раунда, он ничего не успел сделать. Он только начал, а я уже закончил. А я уже закончил. А они предложили дать побольше, а побольше мы не сможем. Ну, там получается, это та же самая тактика, в боксе есть та тактика и хитрость. Ну, вот совсем недавно, совсем недавно, великий был... А как звали вашего соперника? Ходоковский, Михаил Ходоковский, да. Он был с Украины, кстати. Совсем недавно был бой по телевизору, все смотрели, многие смотрели, по телевизоре, к сожалению, не показывали, в интернет-трансляциях. Наш Дмитрий Бивул, уроженец Санкт-Петербурга, один из лучших боксеров на данный момент стал Мира, боксировал с лучшим боксером Мира Саволином Альвардсом. И выиграл у него очень убедительно, выиграл по очкам, то есть, получается, на чужой территории выиграл по очкам очень убедительно. Я бой не смотрел, к сожалению, весь, но смотрел на резкий, там, 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 многие ребята, то есть, ну, очень уверенно, как все говорят, что даже смотрел записки, записки судейские, да, то есть... Вы еще чемпион Европы по версии WB. Так, это кто был ваш соперник? Нет, это интереснее, поиск посерьезнее в WB, да, WB, это всемирная боксерская организация, да, вот. Сопернику этот бой был такой памятный достаточно был, это был, если не ошибаюсь, у нас 2011 год, да, на Красной площади, на Красной площади. Да, на Красной площади, там, по-моему, регулярно, я так понял, да, проводится неделя спорта, Красная площадь перекрывается и делится на разные объекты. Где-то бокс, где-то кикбокс, где-то единоборство, где-то там что-то еще, и вот здесь вся Красная площадь, она так вот, ну, ограждена, и вот там такие спортивные городки. И вот один из заключительных дней вот этой ярмарки, фестиваля вот этого спортивного, и вот там сделали центральную площадь, поставили большой ринг, и вот сделали такие бои, нагрузили хороший саргофаг, много очень народу было, вход свободный, естественно, и вот там бой, предложили они сами предложили, да, боксера побоксировать, боксером из Челябинска, в Челябинске такой тяжелый бой, один из тяжелейших моих боев такой самый бой, то есть вот у него были титул, у меня не было ничего, но у меня там был АйБФ, у меня был АйБФ, у меня был все-таки за пояс, но он как бы, знаете, как получает ситуация, наверное, все-таки в профессиональной боксе, как и во новых аспектах жизни, да, где кто платит, кто заказывает музыку, да, то есть у меня пояс есть, у меня пояс есть, я не выхожу на связь, я не выхожу на связь, они уходят на мои менеджеры, там, кто мне помогает, а ребят, да, а раз ты там мой пояс без меня разобрали, ну я же не буду сказать, ну нельзя, нельзя, ну вот так, то есть АйБФ получается у меня как бы пояс есть, но я, по крайней мере, вот так скажу, я не уступил, я экс-чемпион, но я не уступил в бою, просто со временем из-за того, что меня не организовали бои, меня приглашали, возможно, неудобный соперник, и вот так, а вот здесь пригласили побоксировать за этот бой, чемпион Европы по версии, да, был, но такая интересная эта, как сказать, и предопрек, и спортсмены неплохо, и тяжелый такой достаточно бой был, мне пропустил там несколько, такие ощущения были, да, то, что я сейчас помню. Ну, тренер мой Шотландович разобрали, мы здорово из этого боя, соперника видели, ну, видео сейчас же интересно, все было, просматривали, разобрали, то есть очень уверен, то есть все по очкам, все иностранцы, ну, то есть там большим преимуществом. Какой бой больше всего заполнился? Ну, наверное, в Финлянде боксировал с мексиканцем, с Космо-Риверро такой, мексиканец, ну, относительно знаменитый, конечно, он со многими боксерами знаменитым боксировал, не всегда выиграл, в основном проигрывал, конечно, но в тот момент я в 17 лет, в 15 лет начал заниматься боксом, а он уже в 15 лет боксировал, то есть на год всего моложе меня, я в 76-го года, в 77-го, то есть мы с ним встречались в 2009, в Финлянде. Вот там уж не тяжело было бы. Там самый, наверное, такой, который... Так кто победил? Ну, выиграл я, да, да. Это надо было начинать. Ну, просто мой такой тяжелый испытание, который терпел, терпел. Ну вот, теперь давайте перейдем к тренировкам, вы же сейчас действующий тренер, да, расскажите о тренировках, кого вы тренируете, какой возраст и на что вы делаете упор? Ну, как стараемся, я вам скажу, да, есть хорошие ребята, да, не хочешь никого там обзывать, называть, вернее, называть. Вот, да, вот сейчас молодой парень хороший 2003 года, да, учат в нашей институте. У нас же сейчас теперь город Один, Озера и Коломна, да, он с озер, а вот уже у нас тренируется, у нас институт очень здорово, желание есть большое. Была травма серьезная, целый год не боксировали, да. То есть сейчас все залечили, все, слава богу, все боксируем, тренируем, все выступает, пацан шла есть, и такие маленькие шарики в глазах, когда есть, приятно, что человек вообще. Пусть даже делает что-то не так, еще что-то, ну и главное дело. Надо идет вперед, не надо идет, то есть все делать, да. Такие были боксеры, Логинов Илья наш, мастер спорта наших, да, тоже получается, пацан Зарайска, да, приехал, отец его привез, там 15 лет к нам сюда. И каждый там два-три-четыре раза в неделю возил сюда, в прошлую ночь по наследству, по ребенку. Возил, возил, потом тут сам стал есть, потом вот стой поступил. Но он не захотел по физкультурной профессии идти, пошел в муниципальное бюджетное направление. То есть он говорит, я буду руководить. Все равно муниципал. Да, да, я буду руководить, да. Ну нет, вот, то есть, как бы, вот получается, да. Потом Толик наш, Богомолов, да, тоже боксер, тоже сам с Мордовии учился в Возгорной университете, в Кротом я учился. И так получилось, что я подхожу, у нас еще трейтенант был ученый, другая была. Есть хороший парень, который хочет подразумеваться, а тренироваться, ему не откуда выступать. Ну, нету клуба, нету куда, да не вопрос. Парень хороший-хороший, приехал, познакомился, потом пришел на тренировки, там тоже Держу, здесь он был знакомый. То есть тренировался, боксировал, мастер спорта, обыц выиграл, ЦПУ мой старый, вторым два раза. То есть только российца и студента выиграл, чемпионат российца и высшего ученого заведения. То есть только он достаточно хороший боксер, сейчас, слава богу, уже в Москве женился, дети, ну то есть все нормально, без приключений, потому что бокс это такая штука интересная. Вот, сейчас молодые ребята, вот я про парень с озера сказал, есть маленькие ребята неплохие, у нас три трениров у нас работают, то есть ему приятно. Сергей Иванович Григорьев, это, наверное, последний чемпион РСФСР, в 1991 году он выиграл чемпионат РСФСР, он выиграл чемпионат РСФСР, очень мастер спорта, очень уверенный боксер, очень хорошо боксировал, член сборной Советского Союза был. Когда в 1992 году проводился чемпионат СССР, уже нету, сделали чемпионат СНЗ, Сотрудственные государства. Опять все те же боксеры там боксировали, которые боксировали СССР. Он занял там с пятое по восьмое место, то есть восьмелку попал в середине. И Носов Наряборисов, это тоже мой первый трениров. Андрей Борисов Носов, я хотел еще попозже, но это как раз подошло. Ну потому что начал тренироваться я у Михаила Натальевич Толстого, потом у Гота Тренирова ушел. Потом пришел на его место Сараевкин, Сараевкин Вячеслав. Тоже с Гота Тренирова ушел. И потом пришел Наряборис Носов. Уже из тех, кто пришел к первому тренеру Толстого, остался один. За два года все разбежались. Новый приходит, уходит. Разбежались, это кто-то перестал завершить карьеру. У нас такая группа, знаете как, тогда немножко опять в 90-е годы. Время сложное было достаточно, в финансовом точке зрения. И создавалась группа, это очень интересная, очень хорошая. Сейчас вот эти все сложности. Я знаю, там Сашка Власов у меня друг, он призер России был. Еще у тебя многие ребятки, которые пришли, потом их перевели в группу, там не надо платить, потому что спортсмены. И они ставят боксеры, заступают на соревнованиях и ездят сюда приносить. То есть финансов такая интересная вещь. Вот. И Михаил Дейборис Носов, который сейчас работает опять с нами, я работаю все нормально. Вот мы с ним. Расскажите о спортивном питании, питании боксера. Ну, откровенно сказать, несколько раз сдавал я допинг-контроль, не проходил, да, на такие специальные добавки-мабаффи, ничего не пробовал. То есть не покупал, не искренне, потому что, ну, вот, типа любой, какие-то бои, да. Там, когда приходишь в спортивные магазины, там всякие вот эти вот. Нет, ничего нет. Ну, вот, знаете, как, Нина Борис, это же Павел, наш врач, вот так и интересная женщина, мы что-то с ним разговаривались, я говорю, вот, Нина Борис, я на тренировке во время тренировки, да, делаю минеральную водичку такую, ну, покупаю минеральную водичку, ну, такую, ну, обычную. Да, и добавляю ему что-то лимон-числоты. В этом, как в аптеке. Да, да, да. И такой, Рома, ты не так делаешь. Ты возьми ту же минеральную водичку, добавь туда ложку меда, ложку меда, и чу-то сок лимон-чук, выжди сюда. Вот, то есть это всё тоже самое, только уменьшить концентрацию и уменьшить, хуже для здоровья. Это самое лучшее, что если спортивного питания, давай боксёра. Нет, 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 это пример. Такое лакомство, мёд с лимоном. Нет, ну, это пример, минеральная вода, ну, а так специальное питание, я не скажу. Мясо? Мясо? Да, лучшая колбаса, это сало. Лучшая колбаса, это сало, на лучшее рыбы. Не слышал, кстати, такого выражения. Ну а теперь давайте поговорим о внешней политике, о внешней деятельности, о внешней политике школы. Вы занимаетесь волонтёрством? В стенах, естественно, это тренировки, подготовка спортсменов, ваших учеников, а вот внешне волонтёрство? Я вам сейчас скажу, знаете, как таковы, наверное, то волонтёрство, которое вы имеете в виду, может, не так. А вот у нас в 2012 году, если не ошибаюсь, весной началась пандемия. Помните, когда вообще всё закрыли, когда у всех были QR-коды, кому можно было перевязаться? Да, 19-й год. Да, как раз конец 19-го, начало 20-го, да-да-да-да. Ну, наверное, да, да-да-да, всё правильно, начало 20-м году, всё правильно. Вот никого не пиарю, никого не говорю, но единственная, единственная организация во всей стране, нашей во всей стране, Федерация бокса России, закупила более 3-х или 5-ти миллионов комплектов антисептиков и масок. Их не было нигде вообще. Вот ходить вверх, ходить нет, нельзя же было на улицу ходить без маски. Мне жена шила марлю, мы когда учили в школе, нас учили шить маски, это два бинтика и между ними водка. Я это не хотел, потому что нигде невозможно было найти масок. Вот Федерация бокса России, совмест с Федерацией бокса масок в области, по всей стране несколько десятков миллионов комплектов развезла. Мы по Коломне, по Коломне и по озерам, в основном Коломне и Коломне, развезли около 300 наборов. Что входит в набор? Это 2-3 бутылки антисептика и 10-12 масок обычно. Это всё, оказывается, я узнал у бабушки, это всё через соцзащиту. Соцзащиту пожилые люди, многодетные семьи. Особо нуждающие люди, вот мы возили, около 200 наборов мы развезли. Мы садились на машину, приезжали в Москву, нам в определённую точку, нам раздавали вот эти наборы, список людей, и мы поехали по Коломне. Время тогда было непростое. Был у нас специальный QR-код, у нас в полиции их тормозили, хоп, нас отпускают, потому что нам можно было бы ездить. И вот вебинар наш отметил у нас. То есть, как бы, социалонтеров действий, вот такая вот. Самая важная победа, не только именно как и в боксе, но также и в жизни? Где она здесь впереди сейчас? Нет. Ну, ну, что скажешь? Из тех достижений, которые... Ну, наверное, нет, сложно так отметить, да, вот будет Финляндия. Если мы берём спортивный состав, будет Финляндия. Ну, вот, допустим, из всех вот боксеров, да, вы же следите за историей бокса, да, за новостями бокса современного. Какого боксера вы всё-таки подчеркнули? Ну, наш имена, вот сейчас Билл очень интересный боксер, очень красивый, очень здоровый боксер. Да, Константин Зю мне всегда нравился. Он герцкий, злой, хороший. Так я с ним лично знаком. Ну, у кого-нибудь не сказать, что в руки жал? Костя Зю, за ним все следили, я сам, помню, следил за двостями. Да, по-моему, у таких боксеров у нас. Голохин, да, казахский спортсмен. Много боксеров интересного. Да, мы не потерял хороший боксер. В Липенске, я, наверное, везда, длина самого, да, который единственный боксер, который был чемпиеном мира восьми лицевых его, то есть понимаете, да? В 50-е и в 69-е. А помимо бокса чем вы еще занимаетесь? Боксером? Только боксером? Нет, ну, дома семья, жена. Дома семья. Бокс, семья, семья бокс, да? Нет, ну, хобби. Рыбалка, там, я не знаю, охота. Не-не-не, охота нет, рыбалка, ну, как рыбалка, не в том смысле, в котором все понимают. Бам-бам-бам. А взял палку, привезла к ней крючок и пошел на пробу ближе. Вот, да-да. Половитер там. Вот так интересно. Смотрите, Роман, наша публика, да, это молодежь, а она идет от 14 до 35 лет. Вот, да-да-да-да-да-да. И я бы, вот, какой будет ваш совет для наших зрителей, для нашей молодежи, молодежи Коломны? Нашу спортивную школу, да, школа Мпецклазия, Вангар, да, три вида спорта, да, баскетбол, бокс, тяжелый атлетик. Вот, баскетбол массовый, да, тяжелый атлетик чуть поменьше, такой специфический вид спорта. Результат очень хороший, там, призер России, победитель России, спартакиад России, финалисты, да, то есть, да, у нас, у боксера, да, может побольше, чем, ну, ходит, чем, например, у тяжелых лет, да, но тоже, тоже результат неплохой. Вот, приходите, занимайтесь, все хотят. Я рассказываю девушкам, я поступал в медучилище, как-то был давно-давно. Девчонки в медучилище поступали? Ну, не поступал, выступал. А, выступал. Я думаю, вы поступали, думаю, как-то кровь боитесь, кровь боитесь. Нет, выступал, вот, и что-то как-то так получилось. Девчонки, вы же будущие врачи, там, ну, да, разного профиля. Вот, приходите в спортивный зал заниматься. У нас, то есть, вот вы потенциально здоровые мужчины. Вот у меня старший сын, так он занимался, ну, область выиграл так, боксировал так. Ну, на юношеском, скажем так, уровне неплохо, да, юношеском. Вот, и девчонка играла в баскетбол. Кто когда знал, что она играла в баскетбол, он занимался боксом. Вот они в 16-м году как-то так получилось, что они с ним познакомились. И в 20-м году когда поднимались. В 20-м, в 20-м, в 20-м уже есть. Ну, выиграли свадьбу. Ну, получается, ну, логично, он её знает, она его знает. Ну, понятно, что не близко, но всё равно, она на виду, то есть, безвредно привычек. Потому что, я думаю, сложно заниматься спортом на каком-то уровне, и злоупотреблять какими, там, вину, кинодами, нотами, не знаю, наркотиками. Ну, не профессиональный спорт там нет. Ну, даже не профессиональный, даже ближе к спортивному, просто спортивному режиму. Вот, если ты очень, есть миллион для своих теорий. Понятно, ты можешь боксировать 60 килограмм, ты можешь 60 боксировать, да. Но тот, кто боксирует 60, он вес 65, 64. Он гоняет вес, он гоняет вес, не ест. Тоже вырабатывает характер мужского. Ну, у нас и девушка есть очень хорошая. Значит, для нашей молодёжи это здоровое питание, здоровый образ жизни. И заниматься спортом. Да, и заниматься спортом. Познакомьтесь с баскетболистками. Да, точно, точно. Роман, огромное спасибо, что нам уделили внимание. Внимание, большая честь чемпионом мира, чемпионом Европы. Спасибо большое, дорогие зрители. Спасибо за просмотр!